В России продолжается осенний призыв. В Нижегородской области под ружье будет поставлено около 3000 человек. Преимущество тех, кто пришел в военкомат добровольно, они смогут попасть в элитные части и соединения. У нас идут ребята в президентский полк, соответственно в элитные части. И я бы вам сказал такой маленький секрет, что у нас даже сейчас очередь конкуренция, чтобы попасть в элитные части. Потому что те ребята, которые собираются служить, они заранее приходят в военкомат, представляют все необходимые документы, проходят медицинскую комиссию. Михаил Олейник – один из тех, кто будет нести службу в президентском полку. Попасть туда могут далеко не все. Помимо роста нужно обладать хорошим здоровьем и иметь положительные характеристики. Служба Михаила не пугает. Вот так вот получилось, что несколько месяцев назад позвонили из военкомата, предложили пройти обследование, медкомиссию в президентский полк. Ну, не отказался. Прошел, все получилось. Предложили служить в президентском полку. Родители были очень рады, когда узнали. Состоянию здоровья будущих защитников Отечества уделяют повышенное внимание. При малейшем подозрении на заболевание призывника отправляют на дополнительные обследования. Состояние здоровья нынешних призывников хорошее, отмечают специалисты. Призывников в основном здоровые. Сейчас совсем по-другому стало какое-то отношение. Вот мое такое впечатление, что многие призывники хотят служить. Даже патриотические такие выступления бывают. Пройдя все кабинеты, Михаил выслушивает заключение военной комиссии. Вердикт к военной службе годен. Михаил Владимирович, в решении призывной комиссии Советского района Нижегородского района вы призываетесь в президентский полк. Значит, сейчас получите повестку на дату вытягивания жены семьи. Спасибо. Пока еще ни один призывник от Нижегородской области не был отправлен в войска. Но работа по призыву граждан для прохождения военной службы идет полным ходом. Алексей Рожин, Ярослав Гунин, Сергей Коваль, Горький ТВ.